Давненько зал у вас ничего не задавал. Так, давайте пускай это будет представиться прекрасной божественной человечества, а то были случаи, у нас села, приближающая вспоминать... Не-не-не, там шутинка. Или... Да, да, вы уверены? Я просто не сильно уверен, но... Давайте, попробуем. Так. Я сегодня была в зоопарке, а сейчас... ...Поставьте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ребята, вы пронасли забыли? Ага, wow. Ага, wow. АПЛОДИСМЕНТЫ И еще две команды. Наверное... Нет, 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 нет. У нас наши правила не позволяют давать два ответа. Да и практика показывает, что обычно второй не такой смешной. Ага, вот есть команда из Нежина. Ага, и ответ от нее. Пауза, мы с Зайцем сегодня были в зоопарке, а сейчас... А вы подивиться на нас на автопарке, в ризнице не відчуете взагалі. Спасибо. Пожалуйста. Так, я, оказывается, сегодня был в зоопарке, а сейчас вроде бы как нет. Карли Квинн, два пропуска подряд. Нет, все-таки... Нет, я не настаиваю. Ни на чем. Прекратите эту истерику. Вам как удобнее, мы с Зайцем в зоопарке сегодня были или я? А вам как удобнее с Зайцем в зоопарк сходить или я? Почему меня никто не спрашивает? А вы... Значит, я и Зайц сегодня были в зоопарке, а сейчас... А сейчас вы с Зайцем стоите на галерке. Пап, спасибо. Капитан команды Харли Квинн. Вопрос от зала поступил, а мы превозвращаемся в биатлон. Биатлон в том же порядке, в котором и был. Итак, минутка взаимоподдержки и выночки, и Харли Квинн, шутка от вас. Можно было не уходить. Такая шуточка. После дождя уборщица еще три дня сидит дома, так как не хочет ходить по помытому. Дорогам закон не писан, нежно. Лекарь, який купил диплом, не зашивай раме, а приводит собаку, чтобы она их зализывала. Анна Каренина, славянца. Из Актуального. А мы заметили, что кот Леополь весной предлагает мне только дружбу. Ветеран космических войск. Правило бутерброда гласит, что он всегда падает маслом вниз. Девочка с очень жирной головой не может нормально попрыгать на батуте. И вопрос от жюри. Кто-то из жюри должен задать вопрос. Предлагаю, чтобы это был не Сергей. Там есть другие люди. О, так, Никита, слово тебе. Черниговские дорожники интересуются секретом египетских пирамид. Черниговские дорожники, которые делают асфальт, интересуются, в чем секрет египетских пирамид. Ветераны космических войск повторяйте. Черниговские дорожники интересуются, в чем секрет египетских пирамид. Так вот, чего они дороги не делают. Черниговские доложники интересуются. В чем секрет египетских пирамид? Судя по нашим дорогам, это не только пирамидами интересуются. Анна Каренина. Черниговские доложники интересуются. В чем секрет египетских пирамид? Ой, Толна Славянский вообще недавно асфальт исчез. Покатился. Сам? За гусеницами. Так, и... Один ответ. Как всегда у нас команда Карли Квин любит посовещаться. Слишком много нужно услышать мнений различных в составе этой команды. У нас англопировка произошла нормально. Да мы заметили? Да. Черниговские доложники интересуются. В чем секрет египетских пирамид? Просто нужно подосвать кого-то, положить, и нормально все будет. Саша, а ты-то чего радуешься? Тебе такого не было. Дорогие друзья, есть предложение уже ставить оценки командам? Еще? Законит, да? Нравится? Хорошо, давайте еще один круг биатлона. Только не подведите. Ну, просят. Говорят, вот сейчас вообще смешно будет. Ребята, можете просто прочитать шутку, и все. Правда. Спасибо. Сейчас, секундочку. Телефон. И телефон отжал у Саши. Сейчас, секунду. Давайте по душе тоже. Ну, помогало. Сейчас. Друзья, давайте мы уступим нашим гостям. Они долго ехали, и мы поближе. Давайте считать это шуткой от команды Харальдвина, успокойся. А другая, закон не писан, нет. Снова история про бывшую. У Тамары так долго не было хлопца, что по ней можно было вызначити, где північ. Нет, подожди. А, пошли, да? Ну, ладно, давай. Пароль просто стоял, извините. Со словами «В добрый путь» про кто-то надел перчатку. И вот ради этого я старался. Да плохо старался! Ладно. Анна Кореевна. Девушка знала, что нельзя звонить первой, поэтому, задыхаясь от дыма, ждала, когда пожарные сами позвонят. Летеран космических войск. Говорят, если убить паука, пойдет дождь. Походу, в свое время в Великобритании грохнули спайдер-мен. И на этой оптимистической ноте максимум 6 баллов.